Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на портале Экзегета по Третьей книге Царства. И сегодня мы будем читать 11 главу этой книги. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аманитянок, эдуминянок, седонянок, хитаянок из тех народов, о которых Господь сказался нам, Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердца. Конечно, очень печальные слова о таком одаренном царе, правителе, авторе нескольких библейских книг. Книга «Притч», книга «Песнь песней», книга «Премудрости Соломона» и книга «Экклесиаста». Кстати, книга «Экклесиаста» — это покаянная книга Соломона, которая свидетельствует о том, что, достигнув глубины падения, он все-таки нашел в себе силы перед смертью вернуться к вере своего отца, пророка Давида, к вере Авраама Исаака Якова. Давайте посмотрим, что пишет Ефрем Сирин. В предыдущих главах Писание связывало женитьбу Соломона с дочерью фараона и не упрекало его, потому что она была только одной женою и не отправляла тайно религиозные обряды в своей страны. А потому не было в этом ничего оскорбительного для него. Но позже он брал в жены многих женщин, и поэтому Священное Писание по праву осудило как его первую женитьбу, так и все новые. И для этого есть четыре причины. Первое – это его открытый выпад против религии, ибо он вернул древнее идолопоклонство Израиля, которое раньше отвергал. Второе – состояло в том, что он имел многих жен, и это являлось явным нарушением предписания закона. Третье – заключалось в том, что он любил этих жен до безумия. Четвертое – это его отступничество от поклонения истинному Богу, что, как указывал закон, было результатом его браков. Действительно, закон Божий предсказал это законы о царях в книге Второзакония, что если царь заведет много жен, они развратят его сердце, и оно уклонится от веры Израиля. Таким образом, существует серьезная причина, по которой Писание несколько раз в резкой форме подчеркивает, что преступление Соломона явилось следствием его близких отношений с этими женщинами. Еще одна деталь, которая усугубляет вину Соломона, это то, что он нанес вред не только своими деяниями, но и примером. Пагубность исходила не только от его собственной развращенности, но и от того, что он развратил царей, которые следовали после него, за исключением одного или двух. Соломон был, конечно, первым среди вождей царей Израиля, который установил публичные церемонии и жертвоприношения идолам под контролем власти. А вот что пишет блаженный Иронием в трактате об учении христианском, он пишет, «И в самом деле в сыне Давида Соломоне похоть была подобна не странствующей гости, но правящему тирану, о чем не умолчало Писание, ставящее ему в вину его страсть к женщинам. Оказывается, похоть может так завладеть человеком, что не просто что-то приходящее, уходящее, а как бы господствующий тиран, тирании страсти. Первые шаги его были преисполнены блистательным любовным устремлением к премудрости, достигнув премудрости через любовь духовную, он утратил ее через любовь плотскую». И мы читаем далее. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его». Мы же видели Соломона юным при начале строительства храма. А тут он заводит этот гарем, и вся его деятельная жизнь становится бессмысленной и стыдливо умалчивается в Библии. А результат языческая старость. «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Амманицкой, и делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». «Тогда построил Соломон капище Хамосу мерзости Мавицкой на горе, которая перед Иерусалимом и Молоху мерзости Амманицкой». Человек, который построил Иерусалимский храм, посвященный имени Бога, который сам был наделен пророческим даром, теперь он созидает на холмах, как бы в противоположность Иерусалиму и его святыне капище мерзости языческим. Блаженный Августин в своих толкованиях на Псалом пишет, «Когда-то Соломон, сын Давида, был великим мужем, через которого многие здравые наставления, благочестивые установления и божественные таинства Духа Святаго вошли в Священное Писание. И тот же Соломон сделался любителем женщин и был отвергнут Господом. И настолько попал в сети похоти и подчинился воле женщин, что те склонили его даже к совершению жертвоприношения идолам, как о том свидетельствует само Священное Писание. Но если в самом его падении то, что исходило от него, было перечеркнуто, то только в объеме того, что исходило от него лично, а не передавалось через него свыше. В этой связи все то благое, что произвели милости Божия и Дух Божий и наилучшим образом было возвещено через Соломона, следует признать исходящим от Бога. А грех человеческий, исходящий от человека Соломона. И что же удивительного в том, что Соломон пал среди народа Божия? Не пал ли Адам в раю? Не пал ли с неба ангел и не обратился в дьявола? И вот нам урок, не возлагай надежду ни на кого из человеков. Вот такой мудрый комментарий дает блаженный Августин. И далее мы читаем «Так сделал он для всех своих чужестранных жен, то есть он всех богов, богов там Мавитян, Аманитян, Идуминитян, Сиданян, Хидритниян поставил им капище. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему. Действительно, Господь дважды являлся ему в начале пути его, после того, как он удачно построил храм и царский дворец и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. То есть в каждом явлении Бог предупреждал его. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог. И сказал Господь Соломону за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я исторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего и ради Иерусалима, который я избрал. Буквально, как у пророка Исаии сказано, если бы Господь не оставил бы небольшого остатка, мы были бы то же, что Содом, уподобились Богоморе. Святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский предсказывал, почему рухнула Российская империя. И Феофан Затворник тоже предсказывал, почему рухнет Российская империя. И Иоанн Кронштадтский, и Феофан Затворник, они жили во времена, когда казалось, что империя на взлете, особенно, когда отмечали 300-летие дома Романовых, а все это было накануне падения Колоса, который оказался на глиняных ногах. Также и падение каждого отдельно взятого человека, оно может быть связано с духом гордыни и превозношения, когда Господь посылает человеку какие-то дары, а вместо того, чтобы заботиться этот дар развивать в себе, он расслабляется, воспринимает дары от Бога как нечто естественное, чуть ли не природное, и ведет себя разнозданно. Но Господь сказал, что ради Давида и ради Иерусалима, который Господь избрал, он оставит одно колено сыну Соломона и воздвиг Господь противника на Соломона, Адера и Думинянина из царского и Думейского рода. Когда Давид был в Эдумее, и военачальник Иоав пришел для погребения убитых и избил весь мужской пол в Эдумее, ибо шесть месяцев прожил там Иоав, и все израилетяне, доколе не истребили всего мужского пола в Эдумее. Тогда сей Адер убежал в Египет и с ним несколько и Думинян служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Царство Соломона Шламо, которое означает мирного человека, Шламо Иш, оно превращается в кровавые потоки. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана, это Аравия Фаран, недалеко от Мекки, и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Адер вошел к фараону и он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю. Ну, как и сейчас, там, в Британии принимают беглецов из России, а у нас принимают беглецов с Украины. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жены сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы, и родила ему сестра Тахпенесы, сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараоновом и жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Мы видим, как взращивается этот Адер для того, чтобы потом, став опытным военачальником, политиком, начать какие-то действия против Святой Земли. Напрасно, значит, Соломон женился на египтянке. Египет не может стать союзником народа Божия, как и Вавилон. Ибо Египет и Вавилон в библейском понимании это образы оккультных цивилизаций, языческих цивилизаций. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими и что вы, начальник Иав, умер, то сказал фараон, отпусти меня и пойду в свою землю. И сказал ему фараон, разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю? Он отвечал, нет, но отпусти меня. И возвратился Адер в землю свою. И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Розона, сына Илиады, который убежал от государя своего, Адра Азара, царя Сувского. и собрав и собрав около себя людей, сделался начальником шайки. После того, как Давид разбил Адра Азара, и пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона, кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю, и сделался царем Сирии. Здесь мы видим, как бандиты какие-то захватывали целые регионы, становились царями и правителями. А разве в современном мире политики мы не видим терроризма и бандитизма, только уже на государственном уровне. И Ерваам, сын Наватов, Ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуа, раб Соломонов поднял руку на царя, то есть все больше и больше противников. Когда человек становится противником Бога, то Бог уже не сдерживает всех возможных его врагов и всех возможных его противников. И вот обстоятельства, по которым он поднял руку на царя. Соломон построил Милу, подчинивал повреждения в городе Давида, отца своего, и Ерваам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил усмотрителем над оброченными из дома Иосифова, то есть собирать оброк. В то время случилось Ирвааму выйти из Иерусалима и встретил его на дороге пророк Ахия, силамлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое, и взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Ирвааму, «Возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Здесь мы видим, что уже пророки Божии включаются как бы в некие интриги против царя Соломона, уже Господь повелевает им совершать знамения, Ирваам станет сильным врагом дома царя Соломона. Далее пророк объясняет, почему он попускает Ирвааму исторгнуть из рук Соломона столько колен, столько народа. Потому что тот стал почитать чужих богов. И Господь, оканчивая свою речь, говорит, «Я устроил Давиду дом твердый и отдам тебе Израиля». То есть теперь страна разделится на две части. За потомками Соломона сохранится Иудея, это Иерусалим, колено Иудина, колено Левина отчасти и часть колена Вениаминова с окрестностями. «Я дам тебе Израиля». И вот эта часть, которая останется за потомками Соломона, она будет называться Иудея, а та большая часть, которая отколется, Израиль. «И смирю я род Давидов за сие, что они допустили авадозора, чуждое служение, причем на царственном уровне, но не на все дни». То есть как бы Бог ни наказывал, Господне наказание это не мщение, они всегда имеют какое-то педагогическое значение. «Соломон же хотел умертвить Ирваама», говорится ниже, это уже сороковой стих, «но Ирваам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой». Наверняка этот пророк Божий открыл, что при жизни Соломона ты ничего не добьешься, потому что ради Давида Господь сохранит единство царства, но вот когда Соломона не будет, это сигнал. «Прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его, описаны в книге дел Соломоновых, времени царствования Соломонова в Иерусалиме над всем Израилем было сорок лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида отца своего, и воцарился вместо него сын его Рваа». Вот одна маленькая фраза. «И почил Соломон с отцами своими». То есть прежде всего с Давидом, с Эсеем, с праведниками благочестивыми. Это значит, Соломон пережил покаяние. Исповедь царя Соломона — это книга экклесиастов. Почитайте эту книгу, она небольшая книга, но в самом начале он показывает весь ужас своей падшей души, когда для него нет разницы между человеком и животным, а под конец он исповедует, что власть принадлежит только Богу. И рано или поздно прах возвращается в прах, а дух возвращается к Богу, который и дал его. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать о начале царства Рваама, это печальный период в истории еврейского народа. Рваам — это сын царя Соломона, при котором еврейское царство разделится на две части на Иудею и Израиль. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Редактор субтитров